В 2003 году, 10 марта, мы рассказывали о пожаре. Казалось бы, случай не столько из ряда вон выходящий. В незакрытом подвале обнаружили возгорание. Пожарные тушили огонь в штатном режиме, но позже выяснилось, что очаг был не один. Да еще и вызывал массу вопросов. Очагом пожара являлся неизвестный человек, который горел. На сегодняшний момент сейчас будет работать группа. Следствие установит, кто он, что и все причины пожара. 10 марта 2005 года запомнилось небывалым снегопадом. В этот день, 15 лет назад, не было и намека на весну. Пешеходы могли добраться до места назначения, изрядно вспотев. Дворники брали лопаты пошире и трудились, не поглодая рук. Заносы на дорогах парализовали движение. Снежным выдалось и 10 марта следующего, 2006 года. Тогда выпавшие осадки аккуратно сложились в метровый слой. От такой неожиданности крыша центрального рынка поехала. В прямом смысле слова. Главную торговую точку закрыли, специалисты выясняли, насколько серьезны повреждения конструкции. Мы предварительно посмотрели. Здесь только, вот видите, швеллера ушли. Крыша пошла на 25 сантиметров. Конструкция так осталась. Ее частично уже нагрузку снеговую сняли. А вот март 2016 года выдался апрелем. Так что сегодняшняя погода вовсе не исключение. Весна пришла гораздо раньше. Вместе с вешними водами усиленно утекал асфальт. На коммунистической всего одна яма собрала целых 8 машин, чьи покрышки были испорчены окончательно. Реки для Саранской случай. Патрульный автомобиль приносит реальную пользу на дороге, бережет яму от новых неудачливых водителей. Конструкцию из белокрасной ленты и палочек пострадавшие водители соорудили сами. Годом позже, в 2017-м, Людмила Чекал констатировала факт. Весна снова пришла на месяц раньше. Так же тепло, как в этом году, в начале марта было лишь в прошлом и в 1962-м. А Алена Маскалева в этот день, в 2017-м, была одной из первых, кому удалось увидеть совсем крошечных львят. В Саранском зоопарке у царской четы появилось потомство. Чтобы показать малышей зрителям, пришлось идти на хитрость. Своих детенышей львица не оставляет ни на секунду. Сотрудники зоопарка выманивали ее из домика хитростью. И когда Гера на секунду выскользнула, мы смогли впервые увидеть трех малышей. Львята уже открыли глазки и даже пытаются рычать. Таким разнообразным на события выдался этот день в разные годы работы наших новостей. Оставайтесь с нами. Новейшую историю делаем мы. Светлана Волошина. Наши новости. Вон ему давал.